Сначала цифра 20 тысяч, да, вот людей, которые там приводят деньги. Я хотела спросить, как эффективнее будет больше привлекать людей, которые будут деньги перечислять вот этим вот четырем бойцам, да, с коррупцией, либо сделать из этих 20 тысяч таких же бойцов. Потому что то, что делаете вы, да, ну, по сути, это может делать каждый. Просто нужна определенная компетенция, ну, какие-то умения. Может быть, стоит, не знаю, там, представителя распила, чтобы был в каждом регионе, в каждом городе, проводил какие-то мини-лекции, да, потому что у нас общество даже наше социально-пассивное, да, скажем так, не знают люди даже на то, куда обращаться, куда писать, какие жалобы, тем более все вот эти вечные претензии, что, а что это даст, что это изменит и так далее, да, что, может быть, как-то стоит еще распила работать непосредственно вот с обществом в плане какой-то лекционной деятельности. Спасибо. Спасибо. На самом деле мы планируем такие вещи делать. Мы не можем выступать с какими-то лекциями. У нас было условие сбора денег. Мы нанимаем этих людей, чтобы они сидели в кабинете и писали жалобы. Поэтому я не могу их отправлять с какими-то вояжами и куда-то там выступать. Но при этом нужно понимать, что в системе задействованы в непосредственной работе, конечно, не 4 человека. Они бы не смогли работать, если бы не группа мониторинга, в которой мы не знаем, сколько людей. Вот они просто там мониторят эти сайты и присылают нам, не знаю, в Твиттер, по почте и так далее. Просто сигналы о том, что коррупция. Дальше у нас группа экспертов. Там человек, наверное, 200 или 300. Совершенно в разных областях. Закупки в разных областях происходят. Кто разберется в закупке тяжелого какого-то там сервера, мы в этом ничего не понимаем. В закупке труб мы ничего не понимаем. Сразу начинаем искать эксперта. Поэтому достаточно много здесь людей участвует. Я, ну, это было бы наивно предположить, что мы прям 20 тысяч человек по всей стране включим в ту работу, в которую делает распил. Однако же, что было бы очень желательно, чтобы появились какие-то действительно региональные группы. Ну, условно говоря, все это три человека в Самаре. Да, и они просто... Вот нам... Сколько закупок происходит в год примерно? Ну, одних заказчиков только 200 тысяч по стране, да? Закупок огромное количество. Но в региональном разрезе это проще. Вот вы, например, в Питере. В Питере тоже, например, там вдвоем или втроем вы не сможете промониторить все. Но значительную часть. А в каком-то небольшом регионе группа из трех человек, она просто может проверить каждую закупку. Вот абсолютно просто каждую. И сделать всю первичную работу для нас. Не умеет писать жалобу, скидывает первичную работу, мы им отдаем жалобу. То есть вот мы к этому стремимся. К сожалению, пока мы не смогли садминистрировать вот эту вот пирамиду таких региональных контролеров. Но она очень нужна. И я думаю, что вот в следующий год распил предпримет какие-то шаги именно в этом направлении. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...